добрый день я сегодня расскажу как убрать скрип от подошвы это довольно таки частое явление если вы с таким не сталкивались я думаю то вы везунчик но многие сталкивались и не знали что делать в мастерских за эту услугу берут от 500 рублей выше я сталкивался но не на своих кроссовках раз 5-6 убирал это дело и консультировал люди сами делали тоже это все им помогало вот смотрите сейчас покажу простейший пример на своих кроссовках я наконец-то столкнулся я думаю слышно и примерно очень жесткий скрип при ходьбе поначалу скрипа вообще не было потом он становился чуть сильнее и сейчас он дорос вот до такого состояния здесь бывают три основные причины скрипа как можно распознать какой именно из скрипов бывает скрипит сам протектор бывает скрипит стелька и бы бывает скрипит сама подошва чтобы исключить вариант скрипа от самого протектора от самой резины когда особенно на таких линолеумах или похожих поверхностях ходите то просто тупо встаете на коврик и смотрите видите скрипит значит это уже не протектор следующий вариант чтобы исключить надо вытащить стельку вытащили стельку ставили ногу опять скрипит значит это не стелька и тут теперь самое интересное подклады бывают различные бывает вот такой подклад и бывает вот такой текстильный подклад под текстилем обычно присутствует картон какой-нибудь прессованный и он тоже частенько отклеивается получается от самой подошвы получается не скрип а щелчки чтобы щелчки или скрипы убрать нужно я вот лично пришел к такому выводу и пробам и ошибок получается через огонь и воду проходил нужно короче прокалывать и расстояние от промежуточной подошвы да и до вот этого как раз подклада заливать клей потому что там это все было проклеено но бывает такое независимо какая обувь дорогая там дешевая бывает допустим нету такой проблемы через два года появляется бывает после стирки появляется бывает после там сушки появляется и так далее то есть никто не от этого не застрахован тупо прокалывайте и заливайте туда клей я сейчас посмотрю попробую сделать но до этого всегда все получалось и все было хорошо если вы увидите это видео скорее всего все будет удачно вторая наша проблема это скрип от самого протектора puma r698 это типичная проблема этой модели со скрипом я тоже боролся и были различные adidas и которые скрипели прикол в том что один красот скрипит до другой допустим не скрипит лечится прокрашиванием либо изменяется шероховатость зачищаете именно шкуркой там или там еще что-то подобного рода делать или срезаете кусок резины но здесь вот если сейчас прислушаетесь я думаю скрип вот этот слышен но видите скрипит да переходим на вот такую поверхность не скрипит значит получается скрип от протектора давайте глянем я тут посидел посмотрел и в итоге сделал вывод что вот эта часть может быть на камере это не сильно критично как-то видно но вот здесь вот наверно будет видно неплохо видите она выступает прям вот это видите выступает выше находится чем вот эта часть и она другая структура чем сам протектор это палец получается а линолеум он получается скрипит а вот тоже другие пумы да такая же модель тока здесь получается уже вот эта часть прокрашена смотрите совсем другой звук и вот здесь и вот здесь и еще получаем ну давайте посмотрим практически ничего нормально вот и вся суть там прокрашена вот это место а здесь полностью вот так резина сделано следовательно нужно попробовать обрежем что-нибудь зашкурим если не получится закрасим я думаю исправим эту всю ситуацию посмотрим дальше чтобы по-любому не закосячить эту обувь и точно определить полностью где скрип идет то нам понадобится малярный скотч рисунок у всех разный заклеиваем вот допустим вы думаете что вот эта вставка и вот это да из-за нее скрип но я думаю что именно за это потому что вот здесь вот высота намного выше а здесь утоплено вот эта вставка и вот этот вызывает по-любому скрип ну вот я сейчас просто скотчем заклею если это реально то то подошву не будет скрипеть и тогда можно начать работу видите сделал я залепил все малярным скотчем такое никто не делает это видео будет эксклюзивным потому что это все чисто мои додумки и вот здесь я тоже залепил и сейчас оденем и посмотрим ха 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 о боже да это круто реально они стали бесшумные там есть какой-то скрип но это уже не от них возможно надо все залепить и все зачистить но по крайней мере убрал скотч чувствуете разницу ну вот это сто пудов это так возвращаемся к адидасу видите этот зеленый подклад это многослойная промежуточная подошва суть такова получается зеленый подклад это его и белый это его между ними клей и вот этот клей возможно не где-то его недостаточно либо он иссокся с течением времени и просто уже ну все расклеилось и вот как раз создается при ходьбе сгиб и идет трение друг об друга отсюда идет такой вот скрип но суть такова что здесь нам понадобится шила пассатижи и максимальный объем шприца это вот у меня 60 миллилитров я обычно беру но нам не сам шприц нужен а игла потому что на таких иголка ну максимально такая толстая диаметр у нее самый большой ну что нам нужно вы берете пассатижи да и обрезаете ну примерно где-то вот посюда чтобы получилось примерно вот так вы носочной части я вам никак не смогу показать это все делается как бы уже без камеры вы берете под углом только не на сквозняк берете прокалываете отверстие отверстие примерно это два миллиметра в глубину прокалывать и вот так вот расшатываете вот это отверстие можно так сказать даже раскурочиваете и ищите где там примерно можно залить клей вам нужно чтобы там как бы запомнилась воздухом это пространство потому что если там воздуха нет клей туда никак не будет поступать не надо делать длинную иголку потому что вы не сможете выдавить клей клей я беру сар 306 обычно это полиуретановый для обуви можете найти его там в любых магазинах туристических где продают лодки где что-то связано с обувью мастерских но сар 306 или просто полиуретановый пауретановый десмокол если нет такого клея любой другой резиновый клей никаких супер клеев потому что супер клей это пластмасса фарфор то что не двигается то что нельзя вот так вот помять да потому что это будет все туфта вы только испортите вам придется брать клей именно эластичный без разницы какой там но лучше конечно брать если он будет именно бесцветный вы в заливаете берете десяти миллиметров миллиметров миллилитров милилитровый шприц получается полностью клея туда закачиваете надеваете свою насадку сперва там эти отверстия раскурочили возможно придется делать не один там а 5 8 проколов возможно не попадете но если скрипит где-то здесь то и надо где-то вот там вот точечно в каждую точку получается заливать чтобы наверняка этот клей здесь можно прижать сразу а можно допустим время подождать потому что там потом разогреть не смогу ну я не смогу лично никак разогреть по сути надо на клей туда вогнать подождать минут 15 он засохнет и потом активация идет за счет фена да получается нагрев на но там не нагрев потому что там подклад и получается потом во всяком случае конечный этап это надо прижать хорошенечко ну где-то на полдня на день ну на день всяко прижать и чем теплее место тем быстрее высохнет и потом попробовать я думаю может быть не с первого раза но может со второго третьего вы это вывезете это будет для вас бесплатно только ингредиенты 30 вот такой 30 рублей стоит 60 миллилитров этот шприц и я уже показывать не буду я вам покажу конечный результат я думаю все получится возвращаемся к пуме с пума я думаю тут все попроще я попытаюсь вырезать для начала попробовать пройтись если это поможет то все все ништяк если не поможет я попробую зачистить разными шкурками если это не поможет то я закрашу это уже наверняка поможет но краска может стираться перманентные всякие маркеры не подойдут здесь не здесь нужно маркер краска это любой канцелярский отдел маркер краска и то есть без проблем можно любого цвета взять и за это вот но конечно будет шоркаться это как бы тоже вопрос такой я думаю первые два варианта нам помогут все таки изловчился и решил показать вам что происходит я пальцами именно щупал здесь да и сгибал в это время и где приподнималась я решил сделать дырку и что получилось смотрите сейчас вот если будет видно видите подклад приподнимается я его приподнимаю он приподнимается то есть вот сюда щас я загоню клея и думаю все нормально вывезет то есть вот такая тема возможно несколько дырок давайте поглядим что у нас получилось 16 часов прошло видите какой тут конструкцию собрал обязательно ставьте стельку за счет этого получается она хорошо прижимает вы даете на стельку и стелька жмет во все части это самое главное на мой взгляд внутри я сделал в итоге четыре прокола там они возможно не не шибко будет видны я загнал туда примерно 4 5 миллилитров клея когда первый прокол сделал разэтовал там это отверстие загонять начал клей клей попер со всех сторон то есть вот эти все где боковые нитки вот отсюда клей попер и это было весьма хорошо это полностью говорит о том что там отверстие получается то есть щель такая между вот этими двумя слоями была приличная со всех сторон попер я просто вот так вот разгладил сделал вот такой вот отверстие получается 1 2 3 и 4 вот здесь сюда загнал потом сюда сюда и сюда контрольный потом разгладил на 15 минут 20 поставил где-то 20 минут прошло потому что там неизвестно как это все засыхало потом я взял фен все-таки активировал феном нагрел изнутри и потом я вам дальше уже покажу сейчас посмотрим не знаю получилось не получилось ну все в кинул я кроссовки ну смотрите сами ну вот и все вот и исправили сейчас я вам подробности еще расскажу еще поподробнее расскажу вот этот верхний слой да да предположим а это нижний верхний слой вы проткнули но не под таким вот углом протыкаете а под таким углом но вы все равно так и так будете тыкать вот вот так вот сделали отверстие его раз этого ли приподняли старайтесь приподнять вот этот слой потом вгоняете также туда иглу если вы давите и чувствуете что ничего не дается потому что там воздуха нет она не будет давиться воздух не выходит получается вы не можете даже надавить на шприц чтобы вогнать туда весь этот клей я лично очень упрямый то есть я не знаю в спорте мне это очень помогало по жизни не всегда помогает но вот в таких делах я бы даже если с первого раза не получилось два или три раза да и стопудов бы уже получилось и поэтому пробуйте идите полностью до конца поэтому вгоняйте пусть больше больше клея будет но это будет лучше чем меньше потому что один раз картон я очень плотный клеил и получилось что так приклеилось но клей был по ходу фиговый и потом человек пошел и опять начало щелкать второй раз делал уже более таким другим хорошим клеем и тогда все получилось с картоном немножко похуже получается но с пеноматериалами все будет ништяк главное конечно хороший клей теперь давайте посмотрим на нашу пуму здесь я когда без камеры все отлично отрезал вот такой вот кусочек четкий ровный и потом я еще зачищал шкуркой ну наждачная бумага сперва более такой шероховатая потом а менее шероховатый но это классика жанра резать я вот лично брал такие вот лезвия они супер пупер крутые супер пупер конечно дорогие но также можете лезвия обычные которые для бритвы знаете для станка раньше были короче покупайте чем удобно тем и режьте мне было удобнее этим порезать сейчас проверим ну пока все ништяк ну товарищи чем могу сказать я уже даже не помню как она скрипела по моему все вообще отлично получилось все эти способы я до них дошел случайно ну как случайно получается я думал что можно сделать и вот теперь это мои основные способы реально мои не кем-то придуманы пользуйтесь но помните каждый человек сам себе мастер открывайте что-то новое делитесь и не забывайте что случайность на самом деле это все псевдоним бога спасибо за внимание всего доброго до свидания а